Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тимур. Приветствую вас в языковой студии Langless. Продолжаем изучать французский по репликам сериала «Элен и ребята». В этом видео разберем небольшой отрывок из четвертой серии, в котором героями сериала используется фраза «être dans la lune». Как обычно, наш разбор содержит грамматический комментарий наиболее сложных моментов. Также в данном видеоролике рассматривается перевод этого отрывка, который осуществлялся в 90-х годах. Фраза «сефини» произносится, когда объявляется о завершении какого-либо действия или ситуации. Следует отметить, что во французском языке существует еще одна фраза, схожая по форме, однако противоположная по значению «c'est parti». Начали! Это контекстуальный перевод. Ну а что касается значений фразы «être dans la lune», то согласно французско-русскому электронному онлайн-словарю «Интернет-системы двуязычных словарей Multitran» эта фраза интерпретируется на русском следующим образом. «Витать в облаках», «Быть не от мира сего», «Быть рассеянным». А вот как эта фраза была переведена в 90-х годах, когда мы впервые посмотрели этот сериал, разумеется, в дублированном переводе. «Извините, я куда-то улетел». С точки зрения переводческих трансформаций, этот перевод можно обосновать приемом смыслового развития, который заключается в замене словарного соответствия контекстуальным, логически связанным с ним. Яков Иосифович Рецкер в своем фундаментальном труде «Теория перевода и переводческая практика», рассматривая применение приема смыслового развития при переводе глагольных сочетаний, выделяет определенные закономерности замен, которые позволяют установить взаимосвязи между процессом, под которым подразумевается действие или состояние, его причиной или следствием. Таким образом, говоря о передаче высказывания средствами другого языка, исследователь выделяет шесть вариантов замен, которые предполагают использование двух элементов из трех возможных. В рассматриваемом примере «процесс», то есть нахождение на Луне, при переводе на русский, заменяется его причиной, то есть был на Луне, потому что улетел. В этой реплике Этиена мы также встречаем пример использования «эмпофе», которое выражает незавершенное действие в прошлом, и на русский язык переводится глаголом «в прошедшем времени несовершенного вида». Возвращаясь к рассматриваемой реплике, отметим, что под фразой «j'étais dans la lune» Этиен подразумевает, что минуту назад он был в процессе размышлений. Так же привожу спряжение глагола «этр». Вам парфейт. «J'étais», «Tu étais», «Il étais», «Elle étais», «Nous étions», «Vous étiez», «Ils étaient», «Elles étaient». «Elle s'appellerait pas... «Catita lune»?» «Elle s'appellerait pas... «Catita lune»?» В предыдущей реплику сказанной Этиеном «J'étais dans la lune» я перевёл контекстуально, то есть я задумался. Таким образом, эту реплику Николя, в которой также происходит упоминание о луне, я перевожу следующим образом. «А не о Катиле ты задумался?» Что же касается перевода, осуществлённого в 90-х годах, то там ожидаемо используется глагол «улетать». «И куда же ты улетел? Уж не к Катиле?» Давайте разберём также грамматику этой реплики. Здесь глагол «саплей» используется в «conditionel présent». Учебники французского языка обычно определяют его как условное наклонение, выражающее действие предположительное, возможное, зависящее от каких-либо обстоятельств. В рассматриваемом примере Николя с помощью «conditionel présent» выражает предположение. Для того, чтобы вы могли распознать «conditionel présent» в речи, нужно время от времени повторять его формы. Итак, давайте проспрягаем глагол «саплей» в этом времени условного наклонения. «В этой реплике Кристиана мы также встречаем упоминание о Луне». Вы, конечно же, помните, что предыдущие две реплики, где также фигурировала Луна, мы переводили контекстуально. То есть, при переводе заменяли образ Луны упоминанием о процессе размышлений. «Ой, извините, что-то я задумался». А не о Катиле ты задумался? Ну, просто потому, что использование образа Луны в подобных контекстах не совсем типично для русского языка. И поэтому эту реплику Кристиана «Ромарк, сеть, унь жоли луне» мы переводим так. Надо же, какой милый объект размышлений. В переводе 90-х при передаче данной реплики также придерживались выбранного курса, то есть, образа полёта. Неплохой такой полётик. Языковая студия Langless предлагает всем желающим разговорный курс французского по сериалу «Эллен и ребята», который составлен на материале реплик героев сериала. Более подробную информацию о курсе смотрите в нашем ВК-паблике. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось наше видео. Оставляйте свои пожелания и предложения в комментариях. И подписывайтесь на наш канал. С вами был Тимур. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!